Сейчас мы продолжаем разбирать заповеди, которые дал Бог Адаму и Еве после того, как они закрешили. И эти заповеди не проклятие, как некоторые думают, да? Проклят ты, там проклят плод, шрева твоего и так далее, как в 28 главе Таразакония. Это не то. Это заповеди, которые дал Бог уже в новой обстановке. И они уже требуют вопросов отречения. Поэтому то, что женщина будет, отрекаясь от себя, будешь рождать детей, и надо сказать, что можно еще добавить, отрекаясь от себя, будешь рождать и что? И воспитывать детей. А мужу, отрекаясь от себя, нужно что? Обеспечивать семью, да? Обеспечивать семью. И женщина должна иметь большее отречение, чем мужчина. Не я это придумал. Если каким-то женщинам не нравится, то вопрос не во мне. А кто сказал так? Бог сказал, правда? Хорошо. Следующее. И к мужу твоему будет твое влечение, да? Берешит. 3.16. К мужу твоему будет влечение. Знаете, какое употреблено слово? Тэшу-ка. Тэшу-ка. Так, я посмотрю точно, какое кэ, а такое кэ. Тэшу-ка. Вот оно, тэшу-ка. Давайте сотрём, наверное. Это много уже слов написано. Так. Значит, шин. Да? Ва-куф. А что такое слово шук? Рынок. Рынок. Значит, тэшу-ка будешь шукать. Отсюда. Вы помните, цитируется это место. Червону руту не шукай вечерами. Будешь шукать. Мужа. Шукать будешь мужа. И к мужу будет твое что? Лечение. Значит, тэшу-ка употреблено тоже слово, как в украинском языке, слово шукать. Еще шук имеет значение нога, и шук имеет значение рынок, то есть место, куда стекается и куда ведут все дороги. Вы знаете, что евреи, еврейское местечко, центром еврейских местечек, мы уже изучали еврейские местечки. Что было центром местечки? Рынок. Рынок, да? Это место, куда стекаются все дороги. Римляне говорили, что все дороги идут в Рим, а евреи, что все дороги идут на рынок. Поэтому делать шопинг на рынке, это что означает? Шукать, да? Шукать. Отсюда украинское слово шукать. И женщина будет влечением. Значит, она будет искать мужа, будет стремиться к нему, правда? Вот. И все стремления женщины будут направлены к ему мужу. И здесь говорится не только о сексуальном, как говорится, влечении, да? Но и то, что женщина должна направить все свои мысли, это не проклятие, а как что? Мы говорили, благословение только в новых обстановках. Все свои мысли, все свои пути должна к кому направить? К мужу, да? Она должна шукать, да? Муж ищет Иисуса, шукает Иисуса. Если мы возьмем новый завет, а жена должна кого шукать? Мужа, да? Бога должна тоже искать. Но все-таки главное стремление, и мы говорили, это тоже требует у женщины самоотречения. Итак, какая заповедь? Стремиться к мужу. Некоторые говорят, что это плохое, это проклятие, мол, если расценить это как проклятие, к мужу будет лечение твое. То есть, вот у тебя появится плотское желание к мужу. Но если мы говорим о еврейской традиции, то это не проклятие, а что? Благословение, но в новой обстановке. И женщина заповедована, что? Стремиться куда? К мужу. Если она стремится в другую сторону, то что? Она идет не по той дороге, по которой Бог заповедовал. Хорошо. Итак, Адам – это мужчина и женщина, соединенные вместе. И если раньше выполнение заповедей, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Да, еще мы забыли такое слово «раду». «Раду». Владычествуйте над чем? Над рыбами и так далее, да? Слово «раду» мы еще забыли. А что такое слово «раду» означает? Что еще должны делать? Русское слово какое однокоренное? Радеть. Рожать тоже может быть вполне. Радеть. Итак, видите, мужчина и женщина, они должны были, Адам и Ева, что заботится о всем, да? Владычествовать и в то же время не просто захватывать и хватать всех животных, а что должны были? Радеть. То есть, заботиться. И выполнение вот этих заповедей, да? Пру, рву, маалу, да? Вот, рду. Раньше не требовали отречения, а теперь что они? После греха стали требовать отречения. И к мужу стремление твое, да? Отречение у мужчины и женщины, это я повторяю то, что будет на тесте. Да? Но у кого должно быть отречение больше? У женщины. И это Божья воля. Теперь мы разберем несколько примеров женщин в Торе или в Танахе. Хорошо. Адам назвал свою жену Хава, потому что она была матерью всего живого. Что значит Хава? Жизнь, да? Хава означает жизнь. Хава, не Халва. Ха-ва. Да? Вот так. Ева. Хава. Хава. Видите? А Бог какой? Го-ве. Какая разница? Здесь такое хэ, а здесь гэй. Бог сущий. Женщина какая? Дарующая жизнь. Потому что хай – это жизнь. Значит, имя Хава означает «дарующая жизнь». Это предназначение Евы. Вот. Хорошо. Она его жена, и она дает жизнь телу, и она дает жизнь разуму. Она дает детям духовную жизнь, ибо в этом заключена истинная цель каждой настоящей матери. Кстати, интересно, у кого духовная зрелость наступает быстрее? У женщины или у мужчины? У женщины, да? Традиция говорит об этом. Потому что в 13 лет мужчина, да, становится бар-мицва, а женщина бат-мицва, когда становится? В 12 лет. Потому что в женщине, в самой женщине, Бог заложил большее понимание Торы. Не на уровне разума, а на уровне чего? Интуиции. Да. Если кто не посмотрел еще фильм «Мужчина и женщина», помните, я вам показывал. Да? Вы обязательно посмотрите. И это заложено Богом. Это заложено Богом. Хорошо. Итак, Хава. Она родила первенца и назвала его Каин. Каин от слова «коне» – «приобретать». Каин, что означает «приобретенный» или «приобретение», а слово какое? «Коне». «Коне» – «покупаю», «приобретаю», да? «Коне» – «кана». «Коне» – «кана». Отсюда русское выражение «канай». Хорошо. Итак, «кане» – это связано приобретение, также с корнем «канна» – «предъявить претензию». Это был ее ребенок. Она получила его, принеся в жертву собственную кровь и отдав ему силу собственной любви. И кому она претензию? Да? «Канити ишмигашем». Получила я мужчину, да, от Бога. Или проявила я претензию на этого. Кому? Богу. Видите, интересно. И так, и так, может быть, перевод. Итак, почему Каин был таким? Потому что эгоизм женщины отразился на этом первенце, давшей первенцу жизнь и вскормившей его своим молоком. И это отразилось на характере и образе мысли, оказавшиеся для него последствия губительными. Она приобрела, да, но она предъявила Господу претензии на этого человека. И эгоизм, материнский эгоизм женщины, запишите, давшей жизнь первенцу и вскормившей его своим молоком, оказался для него последствий губительным. Второго она назвала Шет. Авель был еще Шет. Третьего назвала Шет. Шет означает замена. Потому что Авель, Авель это Гевель. Гевель это что? Пар. А когда Авель умер, она кого родила? Шет. Замена. Да. Шет. Замена. Замена вместо погибшего. Да. Авель, Хавель. Хавель. Пар. Хавель означает пар. Гей. Гей. Хавель означает пар. Итак, вы видим, интересно, здесь уже говорится о замещении. Некто заменил погибшего. Да? Вот интересно. Есть уже и нет речь о замещении. Первые слова. Замещение вместо умершего. Вы знаете, что мы все живем по замещению вместо умершего. Вы знаете, что Авель, Иешуа сравнивает Авеля с кем? С пророками. С величайшими пророками. Он говорит, от Авеля до Захария не было подобного кому? Иоанна Крестителя. Но Шет – это замещение Авеля. Мы живем как замещение что? Кто должен умереть? Мы должны были, да? Иешуа заместил нас. Он забрал нашу смерть, а мы забрали что? Его жизнь. Вот она идея замещения, которая идет с книги Берешит. Да? Мы еще только разобрали третью главу. Мы еще не разбирали дальше. Для женщины для кого? А? Для Каина. Для ребенка. Каина, потому что еще к она приобретать, а также предъявлять претензии. Она предъявила претензии к Богу. Хорошо. Теперь поговорим про матерей. Сара. Сара – это очень интересная женщина. Знаете, что она была победительностью на конкурсе красоты в Египте в возрасте 70 лет, да? Или 80 лет. И еще ей уже 90 было лет, и она еще раз помела в Ханаане на конкурсе красоты. Была фотомоделью, которую взял себе фарон в жены, да? Еще один царь – Эмилек. Вот такая была красивая очень женщина, да? Но характер у нее был весьма даже. Помните? Сарай, да? Сарай. Сарай была сверливая. Сверливая она была очень. Слово «да» сварливая, я говорю, сверливая. Сверлила своего мужа, постоянно филила его каждый день. Вот такой у нее был характер. И получил Авраам заповедь. Уходи в землю, которую я укажу тебе. Авраам и Сара покинули Харан, и, придя в Кнаан, разбили стан Ушхема, в районе Аланей-Море. Элан – это дуб, да? Аланей – дубы. Чего? Море? Учение, да? Дубы – учение. Да, Аланей-Море. И там он построил жертвенник Богу. Оттуда Авраам двинулся дальше, на юг. И оттуда перемесил он, шатер к своей горе. Авраам не просто свернул шатры, но должен был использовать свою власть, как сказано. Потому что там употреблено слово «вэйятак». «Вэйятак». То есть, да, он использовал свою власть для того, чтобы двинуться дальше. По всей видимости, ему пришлось спорить с царой. И дальше раскинул шатры. Слово «шатер» написано в шторе, в женском роде. Шатра. Шатра. Шатра, да? И такие нюансы характерны для святого языка, которые передают истинный дух Торы. Сара была красавицей. Она была хороша собой в 20 лет, как 7-летняя девочка, 100 лет была так же безречна, как 20. Когда мы говорим «невинен, как ребенок, и красиво, как девушка», мы имеем некий идеал красоты. И Сара была идеалом красоты для того времени. Но вы помните, была проблема, что Сара что-была? Бездетная. Бездетная. И вот она решила, что если ей не дано стать матерью физически, она станет духовной матерью. Воспитала ребенка, который родит от Авраама другая женщина. И она говорит «вот заключил Господь, что его мое, чтобы меня родить, войди, молю тебя, очень тебя прошу, служанки мои, может быть, я удостою сына благодаря ей». Авраам подчинился. И она дала ребенка, вот какой? Хагарь. Вот Хагарь. Хагарь была кто? Египтянка, да. Видите, проблема была потом у евреев и Египти. И через Измаила по настоящее время с каким народом? С арабами, теми же египтянами, теми же живущими в Аравии, Сирии и других окружающих Израилей страны. Это было правильно? Нет. Это было неправильно. А затем Авраам сидел в шатре своем, и пришли три ангела. Один из них был ангел Божий, ангел лица Господня, который принимал поклонение, как Господь, помните? И они ели, поэтому это были особые ангелы, не какие-то привидения. Да? Они кушали то же самое, что кушал Авраам. Они разговаривали с Авраамом, до них можно было дотронуться. Вот. Асара сидела в шатре. Почему? Потому что в те времена женщина не сидела вместе с мужчиной. Вот как некоторые грузинские, кармянские страны, да? Вот. И она смеялась над своим мужем, да? Она, понимаете, не смеялась, а потому что ха-ха-ха-ха-ха. Хи-хи-хи-хи-хи. Она насмехалась над своим мужем. Если вы внимательно почитаете, что говорила она и что сказал ангел Аврааму, да? Не только над ним, она вообще над ситуацией. Ей было смешно. Она была вообще, да. Как это я, говорит, могу родить? У нее же месячных не было, да? И вообще, если так, я опять-таки говорю, вторую перевожу на язык современный. Говорит, у моего мужа там все отсохло. Что он еще на что способен? Так? Вот. Но ангел как передал? Он не передал эти слова. Он не передал эти слова последние, касающиеся того, что она говорила плохо о своем муже. Почему? Чтобы Авраам не обидел. Чтобы был мир в семье. То есть, видите, ангелы, они делают как? Ангелы врут? Они могут врать, видите? Они могут скрывать некоторые вещи для того, чтобы... Да. Он скрыл от Авраама. Правильно. Он скрыл от Авраама. Для того, чтобы был в мир в семье. Не сказать правду, если он не зашел ману. Да. Совершенно верно. И тогда, она когда уже стала не сарай, а как она стала называться? Сара. Сара означает царица. Да. Шин рейш гейм. Мешарет, это управлять. Да. Сар означает правитель или князь. Сар шалом, это один из титулов мессии, князь мира. То есть, если до того сара была плохой женщиной, сверливой, то после этого она стала какой? Царицей. Итак, если муж царь, за жена что? Царицей. Если жена хочет, чтобы она была царицей, она должна сделать мужа кем? Царем. Совершенно верно. Хорошо. Вот. После того, как я составился, вернется ко мне молодость, и господин мой стар, там имеется ввиду то, что она его не очень хорошо о нем говорила. Еще она смеялась, когда говорили, что сын родился, 90-летняя мать стала кормить груди, и все потешались над ней, да? Не верясь, что престарелые родители могут выходить и вырастить этого ребенка. Ну, я вот как раз вчера в интернете искал, обнаружил самую старую женщину, которая родила в возрасте 70 лет. И фотографии, и младенца. Ну, сара, видите, она их всех пересчеголяла. Да. И поэтому ребенка называли Ицхак. Вот. Что означает, что смех, смех, насмешка. Смех, насмешка. Да, потому что она что, рассмеялась, да? То есть, можно сказать, насмешка природы. Ицхак. Потому что она говорила, и взял у меня посмешищем Бог, всяких-то услышит, посмеется надо мной. Боришит. 21 дробь 6. И тут же добавил с гордостью, кто сказал бы Аврааму, что Сара будет кормить детей грудью. То есть, она не только родила, но у нее что? И молоко было. То есть, все происходило нормальным путем. Все происходило нормальным путем. И после этого она уже стала царицей. И есть такая хорошая заповедь. Боришит 21 12 13. Все, что скажет себе Сара, слушайся. Да? Ибо в Ицхаке род твой. Но и сын Робини, народ произведу и от него, потому что он потомок твой. Мы как-нибудь отдельно поговорим по Измаилу, но это не входит непосредственно сейчас в наш урок. Ицхаку было 37 лет, когда в возрасте 137 лет умерла Сара. И помните, что в это время происходило с Ицхаком? Он был возложен, что? На жертвенник. И еврейская традиция говорит, что в тот день, когда произошло это жертвоприношение, Сара умерла. Абрам прибрал место для ее погребения, и это называется Махпела. У хитийца, хитянина, Ефрома. Ефрона. Ефрона. Хорошо. Итак, помните Авраама, отца вашего, и Сару, родивший вас, и поэтому любите и уважайте друг друга до самой смерти, как ваши прародители. Говоря о еврейском брачном ритуале, в котором говорят, еврей купил себе жену, еврей действительно покупает себе жену, но она становится самым святым его приобретением до самой смерти. Вы знаете, что у евреев это сейчас дают преданное, а раньше что делали? Мужчина, да? Он должен дать, и это даже в Ктубе отмечается, что он дал ей то-то, то-то и такие-то дары. Поэтому, если мы покупаем жену, то это самое важное, самое лучшее приобретение. Ривка. Помните, само слово ривка происходит от слова упряжка. упряжка. Ривка была удивительной женщиной. Она мало того, что была сказана о ее красоте, она была целомудренной, но она была добрая. Я думаю, что она и красивая была, но когда искал жену своему господину на Лизер, он же не искал самую красивую женщину, да? А он какой тест поставил? тест на доброту, на отзывчивость, на положение сердца. Он попросил только один стакан воды, она натаскала много ветер, правда? Про ней еще сказано, что она была девушкой, она была красива и непорочна, и мужчина не познал ее. Первое слово, которое употреблено, бетула. Бетула, это значит, она была девушка. Но что значит, мужчина не познал ее? Тора никогда не повторяет. Если она была девушкой, то, естественно, она не была в сексуальных отношениях. А как же, почему сказано, что мужчина не познал ее? Она была настолько целомудрена, что у мужчин даже не было к ней похоти, не было к ней даже похотливых мыслей. Так говорит об этом Тора. Дай мне глоток воды из кушина твоего попросил Элизер. Она сказала, пей, господин мой, а потом я и верблюда твоих напою. Да? Знаете, что это довольно много воды надо? Верблюды пьют, что напивается впрок на неделю в пути. Она выполняет эту тяжелую работу быстро и весело. И ей ничего не стоит взяться за самый тяжелый труд, если он нужен другим. Она напоила животных, восстановила их силы. И затем милиционер спрашивает, есть ли в доме отца твоего место для нас, чтобы переночевать? И отвечает, и соломы, и корма много у нас, также место для ночлега. И тогда он понял, что это достойная жена. И что он сделал? Он дал ей подарки и вдел ей кольцо в нос. И говорит Тор не на палец. В то время с женщинами более, так сказать, а может пирсинг был более, да, крутой. Так круто обращался, да. Вот, хорошо. И когда сватали, позвали Рику и сказали ей, пойдешь с этим человеком? Она сказала, пойду. то есть она прежде всего была договор с кем? С расцинниками, да, помните, мы разбирали, а потом уже непосредственно с ней она выразила свое согласие, хотя она ничего не хорошего, да, не плохого, не знала о своем будущем, мужем, она даже его не видела. Поэтому говорят, что брак по расчету это хорошая вещь, если что расчет? Правильно. Мы видим, да, супружество по расчету и мы видим супружество по любви. И то, и то благословляется Богом. Но, видите, она сначала согласилась выполнить волю, которую выбор сделал Господь, затем она пришла к своему жениху, увидела его, да, потом они что, полюбили друг друга? Они поженились, да, вступили в супружеские отношения и потом полюбили друг друга. То есть любовь это не просто какие-то эмоции. Эмоции приходят, да, и уходят, да, а любовь это то, что остается, видите, это решение нашей, это решение нашей воли. Комментарий чуть попозже, хорошо? Если вы хотите, я вам дам 10 минут выступить, только в конце. Итак, мы видим, что основой всего является что? Семья, да? И мы говорили, что есть брак по любви, есть брак по расчету, и то, и то воля Божья, да? Главное, чтобы кто участвовал в выборе? Бог. И мы должны быть чуткими и вопрошать Бога в этом вопросе. Сейчас мы немножко поговорим о традициях еврейской свадьбы. Если у нас перерыв сейчас, то давайте после перерыва. Хорошо, тогда начнем. Итак, даем определение, которое вы должны записать. Супружество, в скобках, простонародный брак, это соединение двоих, мужчины и женщины, становящихся одной плотью, и какой имеющий цель? Совместную жизнь, да? и рождение детей, да? Совместную жизнь, посвящение друг к другу, правильно допомнить, и рождение детей. Значит, супружество, простонародный брак, это соединение двоих, мужчины и женщины, становящихся одной плотью, и имеющих цель, да? Создание детей, воспитание их, и посвящение друг другу. Когда происходит еврейская свадьба, когда происходит еврейская свадьба, упоминаются такие слова, это из Осии 2, 19-20, и обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в плагости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. И есть два названия, да, эйрусин, помните, обручение, и что? Кидушин, посвящение. Первоначально обручение, между обручением и кидушин происходило сколько времени? Да, примерно год. Но потом, когда евреев стали преследовать, так получилось, что год, наверное, могут и не прожить. Правда? Поэтому стали потом это делать совместно. Стали это делать совместно. Стали это делать в одном, так сказать, в одном, два в одном, в одной традиции. Хорошо. Маймонит в кодексе еврейского закона Мишне Тора разъясняет, что раньше до дарования Торы мужчина мог просто привезти женщину в свой дом, и она становилась его женой. То есть, он достаточно мог объявить всем, что эта женщина становится моей женой. И никакого обряда до дарования Торы на горе Синай у евреев определенно не существовало. Могли существовать, конечно, празднества по этому поводу, но определенного обряда не было, как говорит Маймонит. Мужчина мог просто привезти женщину в свой дом, она становилась его женой. Но с момента дарования Торы народ Израиля получил закон, по которому мужчина и женщина не имеют права начинать совместную жизнь без того, чтобы он посвятил ее себе в присутствии двух свидетельств. Так. Значит, после появления закона мужчина и женщина не имеют права начинать совместную жизнь без того, чтобы он не посвятил ее себе в присутствии двух свидетелей. И это посвящение, как мы говорили, называется кедушин. Итак, что у вас на тесте должно быть? Эйрусин, да? И кедушин. Обручение и посвящение. У нас тоже сначала объявляют, как говорят, что о помолвке, да? Объявляют о помолвке. При этом мужчина дарит женщине в знак залога. В знак залога все, знаете, отношения, когда покупают, продают, да? Дается какой-то залог. Знак того, что мы совершим в дальнейшем то, что мы договорились сделать. Это эйрусин. А что залог дается? Залог дается какой-то ценный подарок. Сначала давался ценный подарок, потом что? Кольцо. Потом кольцо. Да. Килограмм конфет не очень ценный подарок. Конечно, смотря для кого, может быть, если у вас нет ничего другого. Таких килограмм. это кусочек серебра размером половины зернышка. Да. Самое интересное. Ниже нельзя. Ниже нельзя. Хорошо. Так что килограмм конфет можно. Значит, можно. Все, хорошо, договорились. Наши мудрецы сказали, что килограмм конфет можно. Хорошо. Итак, эйрусин. Обручение, да? Вы говорили. И кедушин. Посвящение. То есть, он дает и клятву посвящения. В присутствии кого? Двух свидетелей. Запишите и запомните, и это будет у вас на тесте. Согласно концепции иудаизма, религиозное содержание церемонии брака создается не священником или равенным, да, но определенными действиями вступления в брак. Ну, в нашем случае это передача кольца и клятвы. Присутствии кого? Двух свидетелей. Таким образом, является ли священник обязательным? Нет. Священника вообще института Каэна у нас сейчас нет, да? Есть Кагановичи всякие, но они сейчас не выполняют свои обязанности. Если храм будет, поживем, увидим. Равен тоже не является обязательным действующим лицом. Это хорошо, когда проводят Равен, да? Я вам рассказывал о очень интересном обряде, который я в Пятидесятнической церкви, надел талид, взял сидур, Стас мой взял кольцо, специально выучил, выучил, что этим кольцом, как на еврите, значит, бетабаат газе от микодешет ли даат Маше в Израиль. Этим кольцом ты мне посвящаешься по закону Маше и Израиля. И там было не два свидетеля, там была вся Пятидесятническая церковь, благая весть. Хороший был обряд? Да. Законный он кошерный является? Кошерный. Хотя такого равен особого не было, да? но все было сделано кошерно. Хорошо. Итак, мы говорили, значит, что нужно? Определенные действия, в данном случае передача кольца или ценного подарка и клятва посвящения между ними и присутствии двух свидетелей. Хорошо, равен, но не обязательно. У евреев все просто. Были многие случаи, когда не было равенов, правда? И приходилось совершать очень срочный даже в раннем возрасте. В каком возрасте, согласно устной торе, может вступить мужчина в брак? Тринадцать женщина в двенадцать лет. Я не говорю, что это является законом, понимаете? Хорошо, когда они имеют зрелый, имеют ответственность, но в тринадцать лет считается мужчина достаточно ответственным, чтобы выполнять законы торы. Ну, вы знаете, что у нас некоторые мужчины и сорок лет безответственные. Да? Вот. Если говорить, в каком возрасте человек вносит ответственность. Вот еврейская традиция говорит так. Тринадцать и двенадцать лет. И бывали случаи, когда в шутку, играя, мальчик давал девочке кольцо, произносили эти слова, а другие дети стояли, смотрели, а потом ой-вей и бегали еще к равену там столько-то времени, чтобы их развести. Ну, еще бывает иногда, раньше, вот помните, рано в солдаты забирали, когда вот были канонисты, кантонисты, да, или, да, евреи часто не доживали до такого возраста, до тридцати, до сорока лет. Хорошо было нашим патриархам, они жили в более стабильной обстановке, да? Поэтому всяко проходило. Ну, конечно, лучше, а если они будут уже и физически зрелы, и духовно зрелы. Ну, в принципе, уже 12-13 лет является возрастом в религиозной традиции, достаточным для вступления в брак. Вот, для всех членов религиозной общины существует правило скромности. И правило скромности должны соблюдать дети с возраста какой лет? С возраста трех лет. В три года, вы знаете, уже дети способны различить, кто мальчик, а кто девочка. Да? Поэтому запишите, это тоже может быть на тесте, что с трех лет скромности, то есть, они что должны? Одеваться в одежду определенного пола. Должны ли трехлетние дети и выше бегать по пляже галышом? В особенности девочки, как и бегают иногда, да? Это против еврейских правил. Кстати, до трехлетнего возраста мальчикам не стригут волосы. Мы с внуком тоже так делали. И он, знаете, на кого был похож? На Ленина. В детстве, знаете, вот он значки все носили? Ленин такой кучерявенький с длинными волосами. Ну, точно Ленин. Ну, точно Ленин у нас еще в роду ген кучерявости, вот у меня нету. А в старшей моей внучке и у внука он проявился. Вот такой вот кучерявенький светловолосый мальчик, точно как дедушка Ленин в молодости. Хорошо. Итак, с возраста два-трех лет. А, двенадцать идет у девочки и тринадцать лет у мальчиков совершеннолетие. Как это называется? Бармитсва для мальчика, да? Женщина батмитсва. Ну, батмитсва, это вы сами понимаете, реформированные евреи производят. Вот, но все равно хорошо, если вы не сделали бармитсву или батмитсву. Вы можете уже быть достаточно зрелым? Да. А в каком возрасте можно делать бармитсву или батмитсву? В любом возрасте, да? Так что, пожалуйста, это не поздно. Я лично сделал, сколько мне было, уже почти под 50, да? Я получил имя Хайм, вот, Арахат, Рави Хайм Дема, при бармитсе. Женщина батмитсву. Женщина батмитсва. И при этом объявляется еврейское имя, да? В общине всегда евреев, живущих в Галуте, да? Есть имя какое? Употребляемое среди народа, обычно это такое имя Барух становится Борисом, да? Маше становится Мишей и так далее. Ну, если такие, как Даниил, Давид, они, в общем-то, и в христианском мире встречаются, и в арабском мире они встречаются. У нас имя Сара ассоциируется с еврейством, а у американцев, например, Сара, это нормально христианское имя, да? А что сейчас Хайм? Хайм? Это перевод имя Валерий. Валерий, живой, здоровый. Хайм? Хайм, Хайм живой. Хайм живой. Хорошо, потом будем рассуждать, как каждый именно вот. Так. И, значит, приняв бар или батмитса, юноша впервые надевает шляпу и наравне с другими мужчинами получает право читать слух синагоги Тора. До этого шляпу не носят, а только кипу, да? Мальчики. И дальше уже сразу идет вопрос о будущем, как судьба или как Бог укажет. но обычно перц судьбы это кто бывает? Ильиши Мама, да? Чем отличается мама от иребского террориста? Да, вы знаете. Да. С иребским террористом можно договориться с Ильишей Мамой не договоришься. И обычно ищут будущую пару среди хорошей семьи, которая пользуется уважением, пользуется уважением в обществе. Хорошо. Молодые люди могут познакомиться и сами, но обычно их знакомят в какой-то определенной среде. Такое правило до заключения супружеского завета молодые люди не должны оставаться наедине. Вы знаете, это четкое еврейское правило. Они не должны целоматься, не должны иметь близкого контакта, не только говорится о сексуальном отношениях или о сексуальном контакте, ну и что? Обниматься, держаться за руки, да, в крайнем случае можно через платочек, помните, вы говорили, или в крайнем случае там равен разрешалось женщине касаться перчаток на свадьбе когда танцевать и так далее, да. Вот так происходило. И мужчины и женщины приходили к браку непорочными. Дело в том, что очень важно, когда первый мужчина или первая женщина. Это очень важно. Вы знаете, может быть, у женщины много мужчин, но первый мужчина для нее будет всегда особенным, будет запоминаться. И хорошо, если это не кто-то с улицы или по каким-то причинам, да, а ее будущий муж. поэтому заключается супружеские отношения сравнительно рано. Ну, 12 лет я считаю рано, конечно, но где-то в 20 лет это уже считалось нормой, да. 20 лет и позже считается нормой женщины, если после 25 лет первая родящая, она может иметь в биологическом смысле определенные проблемы. Ну, с мужчиной немножко легче. У нас обычно как? Стараются вот ты сначала выучишься, да, ты сначала должен зарплату обеспечивать. Согласно еврейской традиции, первые два года, это может быть тоже на тесте, кто должен был обеспечивать финансово молодожену? Родители. Первые два года должны были обеспечивать молодожену родители. Поэтому не было причин для того, чтобы отсрочивать на долг. Иначе мужчина и женщина просто у них уже что воспитывалось? Похоть, правда? Согласна, что если неудовлетворенное желание, она ведет к чему? Похоти. И рано или поздно человек так иначе удовлетворит его. Но хорошо, если он будет все свои желания удовлетворяясь кем? С тем человеком, который ему предназначен, правда? И это не впускать, говорится, на слово воле случая. В первом веке нашей эры историк Филон Александрийский писал, что еврейские юноши вступают в брак девственниками. До женитьбы они не только не имеют дело с проститутками, но им еще внушают уважение к еврейским девушкам. В 1931 году еврейский писатель Шолом Аш описал в романе Вандер Ветерн юного Соломона, отколкнувшего свою родственницу, которая вешалась ему на шею. Герой сурово отчитывал «Рахель, ты же должна выйти замуж». В романе «Солдаты евреи» Аш напоминает своему герою солдату, что девушки, которых тот встречает в семьях, дающих ему кровь, должны быть для него святыни, ибо это еврейские девушки. Соблазнение такой девушки в священном писании приравнилось к изнасилованию и сурово доказывалось. Если совершал прелюбодеяние с девушкой или женщиной, которая уже прошла обряд эрусин, или, как мы уже говорим, помолвку, то что с ним происходило и с ней? Камнями побивали. То же самое, как если бы зарушена была супружеская верность. Но если он случайно вступал в брак, с девушкой, которая не была кому-то посвящена, то что с ним делалось? Да, он обязан был, во-первых, дать отцу компенсацию определенную, во-вторых, он был обязан жениться на ней, без чего? Без права развестись. То есть, он не мог жениться на ней, а через два дня развестись. Он должен был с ней быть до конца своей жизни. Ошибся? Все. Знаете, женщины, интересно, что еврейская традиция, видите, в Торе мы не говорим о том, что женщина является инициатором развода. Опять-таки, по какой причине? Потому что Тора создавалась в определенных социальных условиях. Помните, мы говорили, когда женщина была бесправным существом. Поэтому у женщины, как правило, не возникало желания развестись со своим мужем. Но если муж не мог родать ей развод, она могла ему такую жизнь устроить веселую на всю оставшуюся жизнь. Правда? Что с ней развестись уже не мог. Но еврейская традиция так говорит, бывают такие случаи, когда, знаете, развод необходим. Мы будем говорить о разводах. Это, конечно, плохо, но бывает необходимостью. Если, например, муж оскорбляет жену, совершает над ней насилие, как сексуальное, так и моральное насилие, и буквально этим наслаждается и не хочет давать развод. Знаете, что еврейская традиция делает таким мужчиной? Бить его до тех пор, пока он не согласится. Так как по еврейской традиции бить нельзя больше сорока раз, обычно бьют тридцать девять раз, поэтому бить надо понемногу, но часто. Хорошо делаем перерывы.